Саня для снегоходов Производство в том, что мы их делаем под размер гусеницы снегохода, а также его ширины и потребностей хозяина Данные сани сделаны в ширине 60 см, что идеально подходит для снегохода серии Viking, а также Super Wide Track Позволяет снегоходу передвигаться по глубокому снегу со снежной коркой Так как лыжи идут по верху, а гусеницы проваливаются И эти сани идут по следу гусеницы, не создавая сопротивления движения снегохода Зима к тому, что мы делаем очень интересную систему тышки Она работает в диапазоне Как для иномарок любой высоты, так и для отечественных снегоходов Мы можем изготовить топ-кофр Это кофр Кофр очень впечатленный Позволяет туда разместить свое имущество И при движении снегохода туда не попадает ни снег, ни наледь И он закрывается очень плотно Также мы оборудуем сани цепочкой Для притягивания собак Для их передвижения, чтобы они не выпрыгивали на ходу Есть вот такие модель Данная модель с высотой борта 45 сантиметров Шириной 80 сантиметров Разработана и предназначена для снегохода Бурат Так как он имеет ширину 95 сантиметров Что позволяет им также хорошо идти по глубокому снегу снастом С тема крепления, что для иномарки, что для детства на снегоходах Также изготавливаем стерегу или кольцо для амортизации И по желанию, как говорится, заказчика Еще одна особенность интересная Последний наш заказ сани По желанию заказчика с перегородкой для перевозки топлива Перегородка для перевозки топлива герметична Обварена полностью с двух сторон Что позволяет при протечке топлива Топливу остаться в этом отсеке, не попадая в основной Что дает очень серьезное преимущество при перевозке здесь Герметичных вещей Либо же рыбы пойманной Либо же палатки Крайне будет неприятно, если попадет туда бензин и останется запах Входят две 30-литровые канистры Просто шикарно Также мы на санях используем профиль 20-40 Данный профиль мы крепим на болты Так называемые мебельные споттая Диаметром М8 На гайки самоконтрящиеся Чтобы при вибрационных нагрузках Вся эта конструкция не откручивалась Мы не используем клепки, как на заводских санях Потому что при нагрузках, а также при дальнейших переходах Это все отваливается и превращается в сплошную проблему Особенно на дистанции 50 км от населенного пункта Когда вы уехали на свое любимое озеро Вот они, вверх За той рукой Также мы на сане привариваем полосу 10 мм толщиной ПНД Мы ее не крепим на болты, мы привариваем Это связано с тем, что когда полоса монолитно приварена К днищу Это является ребром жесткости А также усиливает нашу конструкцию многократно Также препятствует истиранию самого основного материала Толщина материала саней ПНД 5 мм Толщина полосы 10 мм Также мы в области крепления дышло Мы ввариваем внутри 10 мм пластину Для усиления конструкции Мы на дышло можем прикрепить лист ПНД Для того, чтобы снег из-под кученицы не попадал в пену Очень себе помогает В основном мы изготавливаем дышло треугольной формы Связано это с тем, что когда снегоход проходит За его кормой снова может сойтись дерево Которое проходит по касательной и не ударяется в угол пены, а проходит мимо На этом дышло так не получится уже Мы делаем вот такие треугольные Также мы наше дышло демпферами-амортизаторами Из полиуретана Используем их обычной от машины ВАЗ-2109 Дешево, сердито и работает Никаких пружинок Пружинки лопаются Вот эти движения туда-сюда, как в паровозе Вот с этими нет такого И амортизация хорошая Мы крепим пенни так, к саням Чтобы их можно было быстро снять На болтовое крепление Откручиваешь гаечку Вынимаешь болт Вышло снятое Для удобства транспортировки в прицепе Главное не потерять болт Мы используем сзади ручку И привариваем ручку И стараемся не делать сзади дополнительное крепление Ко второй пене Это связано с тем Что не хватает места И утяжеляет конструкцию В свою очередь ручку Ты можешь ее в пену катать Спокойно И также можно привязать вторую пену За веревку И это будет лучшим вариантом Чем у тебя окажется фаркоп Но отсутствует ручка За ручку удобнее катать